И второй вопрос. Когда вы делали замеры трутневых ячеек, построенных пчелами в строительных рамках, то оказалось, что минимальный возможный размер 6,9, а максимальный 7,35. И, соответственно, вес трутней 206 мг и 297 мг. Можно ли предположить, что чем больше размер трутневых ячеек, тем семья более продуктивна? И таким образом определять племенные семьи или так думать неправильно? Спасибо огромное. Значит, трутни, как в учебниках пишут, что только служат для оплодотворения матки и больше он никакой не нуждается. Вот это грубая такая ошибка, которая с десятилетием повторялась, и это во всех учебниках переписывалось. Трутни в семье играет в тепловом балансе, когда пчелы улетают, потому что из 24 часов в сутки трутень только час находит в полете, а 23 часа находит в гнезде. И так как он сидит, это там, где расплод, то он выполняет роль няньки, то есть он их не кормит, личинок, а обогревает, не даёт им застывать. Значит, в тепловом балансе участвует, это одно. Во-вторых, вот сейчас я работу эту готовлю, в учебниках её не разбирали так. Оказывается, пчелиная семья имеет два вида корма. И кормление получается двуединый характер. Один характер – сама семья кормится, это живой организм, биологическая единица. И кроме этого, питается каждая особь отдельно. Рабочая пчела сама по себе там, допустим, питается, матка сама по себе, трутень по себе. Вот летний корм, из чего он состоит? В производстве летнего корма участвует всё население улья. Начиная от самой рядовой пчелы, личинок, маток и трутни. Все готовят общий такой. Ну, раз вы украинец, значит, борщ, вот украинский борщ, вот вы хвастаетесь, что он у вас самый вкусный, самый хороший. На самом деле, борщ, вот, украинский я люблю и с украинцами всегда находился в ВКонтакте. Вот раньше это всё прекрасно. У меня работа была выполнена, дипломная работа в честь соединения Украины с Россией. 300 лет было. Вот это соединение. Насчёт пчёлы готовят такой борщ, как Украина. В чём он состоит? Рабочие пчёлы приносят с поля пыльцу и нектар, ну, в виде обножки, и нектар. И рабочие пчёлы, молодые, начинают всё это готовить к пище. То есть, нектар перерабатывают до тех пор, чтобы он превратился в глюкозу, фруктозу, обогатился ферментами, гормонами. Вот. Пыльца тоже является как раз источником всех белков. И белки-то это что? Это пыльцевые зёрна, это сперматозоиды, это нуклеиновые кислоты. То есть, пчела приносит миллионы этих наследственных веществ, ДНК и РНК. Значит, это в пище идёт. Матка, матка в семье – это сердце, как у людей, вот и у животных, у всех. Пока сердце бьётся, организм жив. Так и это. Пока в семье имеется матка, семья жива. Нет матки, значит, если они не могут восстановить, то семья погибает, как и любой живой организм. Без сердца жить не может. Значит, матка в общественный корм, вот пчёлы, которые начали готовить, передаёт свои феромоны. Без этих феромонов нет семьи, она объединяет их. Почему вот пчеловоды, когда объединяет несколько, Вот одно время Музалевский там заставлял, чтобы от ста маток расплод собирать, в один уль и поставить, получится огромная семья, и сразу полетели, центр мёда пронесли. Ничего подобного. Семья будет только такой по численности, какой сможет матка обеспечить своими феромонами. Вот. Некоторые семьи больше 6 килограмм уже силы не хватает, а хорошие семьи, вот взять у нас Данил Терентьевич на чеку, 13 килограмм или 130 тысяч пчёл. Вот такое. А дальше не получается, у матки силы нет. Значит, матка участвует в составлении этого корма. Теперь трутни. Трутни свои тоже гормоны передают. Они удлиняют жизнь пчёл. Вот. И вот когда и личинки, личинки выделяет такой же феромон, как и матка. Поэтому пчёлы, когда кормят личинку тысячу раз в сутки, они каждый раз облизывают эту личинку и получают те же феромоны, что и от матки. И вот всё вместе этот корм летний получается. Вот они её 200 грамм в сутки съедают. Благодаря этому корму они энергично работают. Они защищают гнездо. Они воюют и с другими. Всё это ведут энергичную такую работу и всё защищают. Теперь, когда лето пошло под уклон к зиме, ночи стали холодные, дни короче, взято кончился, трутни уничтожили, феромоны и гормоны, которые они выделяли пчёлам в это, в общий котёл, не поступают. Вот, матка яйца перестала класть, у неё тоже этих гормонов меньше. И получается зимний корм. Пчёлы от зимнего корма потеряли энергии, перестали защищать гнездо. Между собой не дерутся. Легко подсаживать маток, объединять их от осени. Всякие, это они зимой, они вялые. И они этого зимнего корма семья съедает в месяц 800 или 1000 грамм. Если 200 грамм было в сутки, то ты тут за месяц 800 тысяч грамм. Значит, в октябре съели вот в Сибири 800 грамм, ноябрь 800, декабрь 800, вот. Ну, январь тоже вот где-то 800 или килограмм. Ну, в февраль тут уже начинает прибавка. Прибавка тут стал появляться, расплод и так далее. Вот получается, вот корм зимний. И весной, когда из зимовки выставляет, слёты-налёты, то есть на дну семи налетели, драки там нет. Они ещё питались зимним кормом, который их не вдохновляет на защиту гнезда, на драку, на воровство и так далее. Всё, что там на активной жизни. Поэтому пчеловод, который неряха и допускает налёты и слёты на пасеке, он потом дня три разбирается, ковшом собирает, куда много налетели, тащит пчёл, сыпет их там, где откуда слетели, и возня такая у неё бывает. И таких, к несчастью, пчеловодов много в практической жизни встречается. А потом они перешли на корм, который положен летом, и вот тогда-то у них сразу появилась и рабочая энергия, и охрана гнезда, и полёты на дальние расстояния, и всё такое, и жизнь пошла бить ключом. Вот. Это всё готовится в общественном желудке. Общественный желудок в пчелиной семье – это передняя часть у рабочих пчёл. Кишечник разделён на три части. Передняя кишка, средняя кишка, задняя кишка. Значит, передняя кишка, которая начинается от глотки, пищевод и медовый зобик, кончается клапаном средней кишки, и вот эта часть, она покрыта прочной оболочкой передней, это общественный желудок, и тут всё готовится. Тут не только пища готовится, готовятся все яйца. В организме матки яйца не создаются. Матка сама не может ни одного яйца отложить, у неё нет этого материала. Как, допустим, у ящерицы, у курицы, или у черепахи, или у змеи. То есть яйца получают из общественного желудка. Матка только туда даёт ядро. И сперматозоиды, которые, вот она, как шалуния, встречалась там с 10 или 18 трутнями, вот у неё 11 миллионов или больше этих сперматозоидов, в сперматеке она аккуратно по одному сперматозоиду пускает, ну, где ошибётся, в яйцо два сперматозоиды пустит, тогда получается сперматека. То есть, ну, такое будет повышенное оплодотворённое яйцо и жизненный организм выше, вот когда два там или три сперматозоиды. Но это очень редко бывает. В основном по одному сперматозоид. Поэтому матка 3,5 тысячи отложила яйца в сутки. Это два с лишним своих веса. А вес она нисколько не теряла. Вот мы её утром взвесили 300 миллиграмм. Ночь, день она яйца откладывала 3,5 тысячи. А на утро взвесили она опять 300 миллиграмм. Опять идёт, откладывает и так далее. А курица вам 65 грамм. Хорошо, если там 75 грамм яйца отложит, там 10 яиц отложил и просит выходного. А сама 3 килограмма весит. Вот. То есть, ни одна курица два своих живых веса за сутки не отложит. Вот такая картина. Поэтому матка работает как конвейер. Вот если у вас сот кривой, плохо вы натянули проволоку или ещё кривые ячейки, или ващина плохая вытянулась. Матка посмотрела, ячейка не подходит. Она идёт дальше. А яйцо у неё как конвейер потерялось, падает на пол. И поэтому, чем больше у вас плохих ячейок, тем больше яйца она теряет. То есть, семья яйца эти готовит, а она должна их аккуратно разложить по всем ячейкам. Труднёвые в одни ячейки, пчелины в другие и так далее. И чем хороши карпатские пчёлы, у них аккуратно всё работает, работает, яйца у них почти не теряются, потому что сплошной такой расплод. Это очень хорошие матки. Ну вот. Значит, вот карпатские, я бы их это... Ну, иногда бывает и итальянки тоже такие же. Их на первое место поставил по аккуратности разложение яиц матками. То есть, матка, как на почте там есть один работник по ячейкам раскладывает, корреспонденции. Так матка яиц раскладывает. А вот вы в дорогу послали, ей дали 10 пчёл сопровождения. За дорогу она вам ни одного яйца не отложит. Она их не умеет. У неё в организме ничего нет. Даже оболочку для яйца она не может создать. Оболочка создаётся в общественном желудке. Ну вот, не знаю, убедил я вас или нет. Если ничего не понятно, спрашивайте, да. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Я хотел бы уточнить просто. Значит, вопрос вот касательно трутнёвых ячеек заключался в том, что я, исходя из ваших данных, которые вы рассказываете, подумал, что может быть есть связь между размером трутнёвых ячеек или иначе весом трутня и продуктивностью вот этой определённой семьи. То есть, просто измеряя, допустим, штангенциркулем размер ячейки, можно ли определить, что эта семья более продуктивна? И как он, малыши, ко мне приходят на пасеку, и они пальчиком показывают на трутне и говорят, это их не папа. Вот про папу я забыл рассказать. Дело в том, размер ячейк, каждая семья строит свой размер ячейки, и поэтому пчеловод, не имея весов, допустим, определить живую массу этого трутня или веса, это живой вес. Мне вот эта масса, слово такое нехорошее. Раньше вес мы знали, понятно было. Значит, вот прямая зависимость корреляции. Чем крупнее ячейка, тем вес трутня. Значит, эта связь есть. А связь с трутнями, не с размером, а так, это ещё поставил опыт Буткевич. Буткевич – это друг Льва Николаевича Толстого на пасеке. Лев Толстой к нему ходил, там раи собирал. И это у Буткевича Музалевский Борис Михайлович посадил, и он погиб в лагерях. Значит, Буткевич всегда ставил опыты, что ему даёт практически. Вот в учебниках везде писали, что надо уничтожать трутня, потому что на выкормку одного трутня уходит корм трёх-четырёх рабочих пчёл. Столько можно выкормить. Да ещё живёт он, столько съедает он. Мы определяли, он в час съедает два миллиграмма. А когда в поле за час два миллиграмма, а когда вылетает и начинает летать там, это, полёты его, то за полчаса съедает сорок семь миллиграммов. Вот столько они поедают. То есть, расход корм на трутни очень большой. И вот, Буткевич взял, разделил пасеку. Половину пасеки, он как в учебниках уничтожал, трутня, а другой дал, сколько они там выводят, пусть и выводят. А потом осенью посчитал, пчёлы, где расходовали на трутни и корма, эта половина пасеки собрала мёда больше. То есть, больше Буткевича досталось товарного мёда, чем там, где трутни уничтожали. Но он тогда ещё не торговал трутнёвым расплодом. Вот. Мог бы, конечно, гомогимнатом покрыть недобор мёда. Но мы-то лечёт, определяли размеры этих трутней. То есть, если вы собираетесь укрупнять пчёл, то на племя оставляете семьи, где самые крупные трутни, вот самые мощные такие, которые наследственность будет преподавать. И вот на пасеке таких 10-15 семей иметь, остальных переводить на гомогенат. И у вас тогда потомство будет крепкое, когда матки будут спариваться в воздухе вот с такими гвардейцами. Вот так трутня. Ну, а чтобы от веса трутни и продуктивности семьёй, мы такой опыт не догадались поставить. Просто там от любого веса трутни нужны в этой пчелиной семье. И надо сказать, что пчелиная семья матка сердца, а матка и трутни это половые органы рабочей, это пчелиные семьи. Это половые органы. Семья является гермафродитом, то есть сама пылителем, если сравнивать с растениями. гермафродитом, что чай если семья одна где-то, это мы на пасеке их натащили, там много семей, там они будут перекрёстно скрещиваться, это повышает, помогает. А когда в природе она одна семья где-нибудь в дупле или в расщелине искал и поблизости нет никаких других, то матка молодая и трутень в гнезде сидят и друг друга знать не хотят. Феромон у молодой матки выделяется резко отличительной от той, которой матка яйца кладёт. Вот этим феромоном мазали рабочих пчёл от молодой матки. И пчёлы перебили, которые пахли молодой маткой. И вот как только матка вылетает из улья, вот этот феромон привлекает этих трутней и они летят они за ней как кометы. Значит они летят за этой маткой свои у них фора самый чужой трутень в этом отношении редко может туда попасть в эту компанию. А в основном вся эта компания полубратья, потому что они безотцовщины, поэтому гоняются за своей полусестрой и спариваются с ней. Вот такая картина.